Молодец, 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 молодец Никто, никто не заберёт у этого славного города его историю Одесса город-герой. Закрой! Дорогие мои, я хочу вам сказать большое спасибо за вашу поддержку и за вашу смелость. Неделю назад вы меня вырвали из рук правосеков. Ничего, синяки пройдут. Шрамы зарубцуются, зрение восстановится. Но мы доказали, что нас не сломать. И они говорили, что я сюда не вернусь. Но я сегодня вместе с вами, потому что мы вместе 10 лет отстаивали наши права и наше дело. Скажите, нас сломают? Нет! Третий раз оранжоиды приходят к власти. В пятом году мы выстояли? Да! Помните, в восьмом году они снова украли власть. Мы выстояли? Нет! Скажите мне, а разве в пятом и в восьмом году жить стало лучше, как только они приходят? В ревня падает! Это правда! Падает в ревня! Нет! И, конечно же, правильно вы сказали, только я так не могу в микрофон сказать. И, конечно же, скажите мне, почему, как только они приходят, все обваливается? У них все падает! Женщины понимают, о чем я говорю. И, конечно же, сегодня для нас очень важно пережить их третье пришествие. Мало того, что они снова принесли инфляцию, девальвацию в ревни, они принесли войну. Войну на нашу землю. Скажите, мы за мир? Да! Я имею право это говорить. С первого дня вместе с вами мы говорили о том, что война не имеет перспективы. Сегодня уже об этом говорит вся страна. А когда я об этом сказал полгода назад, меня назвали предателем. Когда я сказал, что нельзя наших детей посылать на войну, надо идти путем переговоров, диалога и компромисса, сказали, что я предатель. Сегодня все говорят о том, что нужен диалог и что военная перспектива не имеет никакого решения. Мы оказались с вами правы? Да! Нам война нужна? Нет! Дорогие мои, мы 10 лет вместе. Да, нас предали, к сожалению, нас предали вдвойне. Те, кто воспользовался нашим доверием, убежали. Но мы остались. Мы убежим с этой страны! Нет! Никогда! Мы всегда будем вместе. И поверьте мне, поверьте мне, нам не стыдно. Этот путь, славный путь, даже если он непростой, это путь за ваши права, это путь за наше право говорить на том языке, который мы считаем родным. Это право чувствовать себя гражданином страны, у которой каждый гражданин, независимо где он живет и на каком языке он говорит, имеет одинаковые права. Мы не второсердные граждане! Мы и есть фундамент этой страны! Я прав? Да! И сегодня кто-то хочет сказать, что Одесса стала отлотом правых разных там сектантов. Скажите мне, Одесса это сегодня город-герой? Да! Это город-летеранов? Да! Это город-героев? Да! Героев, которые освободили Европу от фашизма. Я прав! И мы никому не позволим пересмотреть историю. Одесса всегда будет городом нашей гордости, нашей славы. И я всегда буду гордиться, что в свое время боролся за права и титул. Борюсь и буду бороться, и никто нас в этом не остановит. Мы не оставим вас один на один с этим беспределом. Будем бороться до конца. Наше дело правое. И победа будет за нами! Дорогие мои! Я тут край муха разное слышал. Давайте славным, громким ура, с которым мы победили в Великой Отечественной войне, с которой мы стояли, скажем всем вокруг, что мы есть сила, которую не сломать. Давайте трижды! Ура! 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 Ура!